Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Миллион пятьдесят пятый ролик снятый, пока Надя тут. Ну что, говорит Севка, готовы покорять Игрень? Многострадальная Игрень уже давно завоевана и покорена. Севке хочется закрепить свои прошлые победы. Одно слово, что поехали на Игрень. Пока все сидели за столом, Севка в это время торчал в ТикТок, а это было без малого три часа. Неинтересно уже ему находиться с этой компанией. ТикТок, вот его новая страсть. Впрочем, не только его. Андрюха тоже там сидел, пока были гости. И Коля оттуда не вылазил. Каждый там занимался своим делом. Женщины сидели одни. Ну, может быть, это и правильно. Чего мужикам сидеть и уши там греть? Ольга Леонтьевна потом смылась от них после того, как баба Таня обоссалась. Она уже этого не выдержала. Я смотрю, баба Таня так основательно собирается. Ну, не помогло ей это. Все-таки намочила она там полы, пометила территорию. Нагребает целую кучу тряпок. Вот сколько бы неудобств ее болячка ей не доставляла, но для нее это не повод не пойти в гости. Севка, как ненормальный, достает мамку, потом начинает ржать. Ну, вот он прекрасно знает, зачем эти тряпки. Но все равно надо спросить, а что ты там берешь? А для чего тебе эти тряпки нужны? Надя напоминает Самвелу, говорит, я тебе говорила про врача, вот клиника Медведева, у вас же находится в городе. Отвези мать туда, проконсультируйся. Может быть, и в самом деле ей смогут помочь. Севка начинает отмахиваться. Уже у какого-то они врача были, он сказал, что ничего сделать и нельзя. Зачем он тогда ее тащит в столицу? Он думает, что там кто-то что-то сделает. С другой стороны, ему то же самое говорили и про замену коленного сустава. И, однако, через пять лет после посещения врача, который не одобрил операцию, они же все-таки нашли такого врача, который согласился эту операцию провести. Ну и как бы то ни было, у бабы Тани же боли-то в ноге прекратились. Сейчас же она не говорит, что у нее жутко болит колено, как это было раньше. Она постоянно ныла. Болит, болит, болит. Потому что этого колена, которое болело, у нее уже нет. Его заменили на искусственное. Севка просто не хочет заниматься мамкой. У него же сейчас много своих интересных дел. И искать врача, который подлатает мамкину звезду, ему вообще не хочется. Ну вот не хочется. Сейчас тикток. Он занимает все его свободное время. А если таскаться с мамкой, ну вы представляете, да, сколько это займет у него времени. А он бы мог это время потратить именно на себя, на свое увлечение новое. Баба Таня сидела, сидела, начала жаловаться. Не могу, говорит, найти в списке контактов Олесю. Что-то, говорит, у меня с телефоном происходит. Надя, конечно, вызвалась тут же помочь. Севка сидел спокойно, прям тут ровно сидел до того момента, пока баба Таня не стала говорить, что нет контакта и Яси. Говорит, она же мне его вводила в телефон, а сейчас ищу, ищу. Нету. Но если мне не изменяет память, Яся ходила с кнопочным ее телефоном, а не со смартфоном. Но Надя сейчас просматривает контакты именно в смартфоне. Я уже не первый раз обращаю внимание на то, что Севка не хочет, чтобы к Наде попал контакт Яси. Вот буквально на днях Самвел проводил стрим в тикток, и Яся попросила Надю взять у бабы Тани ее номер и отправить ей рецепт теста на пирожки. Севка отреагировал моментально. Говорит, Надя, отправь рецепт мне, а я потом отправлю уже Яси. Не хотел он, чтобы они напрямую как-то связывались, тогда у них останутся контакты друг друга, в случае чего могут начать общаться. Наде, конечно, не составит никакого труда посмотреть номер Яси у бабы Тани либо в тетрадке, либо найти в списке контактов, сохранить себе, чтобы потом в случае необходимости воспользоваться. Но Севка зря, конечно, переживал, уже этого не случится. Разругались они с Яси в пух и прах. Севка решительно настроен больше с ней не общаться, не поддерживать вообще никаких отношений. Сказал также, что он ее везде и всюду заблокировал. Осталось только заблокировать в тикток, чтобы даже не было у нее возможности приглашать его в игры. Яся уже, конечно, пожалела о своих резких словах, но я думаю, что ей это не поможет. Это было ожидаемо. Она берегов не видела. Она считала, что мы делаем контент, просто веселим публику. Нет, Севка такой номер не прокатит. Слишком сильно она его оскорбляла. И это после того, как он потратил на нее и ее детей не так уж и мало денег. Теперь она будет бегать за ним, унижаться, но я думаю, что Севка не сдастся, потому что ему это на руку. Она сама дала ему очень хороший выход из сложившейся ситуации. Во-первых, она собирается переезжать его город и тем самым бы надоедала ему бесконечно. А ему это зачем? Он привык сам делать на людях деньги. А теперь Яся еще плюс решила открыть канал и переехать в этот город, соответственно, в надежде, что она будет снимать Севку и тем самым повышать рейтинг своего канала. Нет, этот номер Севка не прокатит. Он уже давно просек эту фишку и обрубает это на корню буквально. Поэтому он воспользовался вот тем, что сложилась такая ситуация и поставит на этом большую жирную точку. Я говорила уже неоднократно в своих обзорах, что Яся человек неблагодарный. Ей помогала какая-то женщина, она поругалась с нею, ей помогали и другие люди, она переругалась и с ними. Теперь она доказывает своей аудитории, что вокруг нее собрались дикие злые волки и только она одна бедная, несчастная, невинная овечка. Ей осталось поругаться с человеком, который предоставляет ей в городе бесплатную квартиру, и все, и останется она сидеть в своих кобыляках и продолжит и дальше крутить свиньям хвосты. Севка начал говорить матери, что Яся к тебе не подруга, зачем тебе ее номер? Вот такой интересный кадр. Он же сам привел эту женщину к матери в дом, познакомил их. Теперь не хочет, чтобы они общались. Сказать, что Яся раскрылась вот только после того, как приехала и вот они познакомились лично? Нет, так сказать нельзя. Он общался с ней несколько месяцев в ТикТоке. Он должен был понять, что это за человек, потому что это считывается буквально на раз-два. Но он все равно привел ее к своей матери. Ну, теперь уже все. На это можно поставить большую жирную точку. Баба Таня стала ему говорить. А Надя? Да у нее таких контактов, как у меня, полно. Надя с этим не согласна. Говорит, у меня в списке только люди, с которыми я общаюсь. Я помню, как Надя не могла найти номер телефона Сытников. Ни Светы, ни Андрея, ни Ольги Леонтьевны. У нее просто не записаны они. Так что ошибается Баба Таня. Не все у Нади сохранены в контактах, а только самые, что ни на есть, наиважнейшие люди. Севка хотела укусить Надю. Говорит, а Лилина хата? Она тебя поздравила с днем рождения? И был так удивлен, когда Надя ответила положительно. Скандал был нешуточный. Лилия была настроена очень решительно не общаться больше с Надей. Ну, вот прошло время, страсти улеглись, и женщины продолжают общаться, как ни в чем не бывало. Чего только не бывает в жизни. Люди ссорятся, потом мирятся, и вот продолжают общаться. Третье видео подряд мусолят тему. Давала Зина какой-то рецепт или совет по поводу приготовления пюре? Или не давала? Я этих бабок вообще не понимаю. Ну, насчет Бабы Тани там все понятно. Сейчас разговор не про нее. Вот Зина ляпнула то, что известно даже начинающим хозяйкам. Добавить масло в картофель. Ну, кто не знает, что в картофель, если добавить масло, будет вкуснее. Но же она Америку-то не открыла. Вообще, мы не знаем, как у них сложился этот разговор. Нам же передают обрывки только. По сути, что нам известно. Идут две женщины, разговаривают по поводу праздничного стола. Одна говорит, не буду добавлять в пюре сметану. Другая говорит, да масла добавь, и этого будет достаточно. Если бы я была на месте Зины, мне бы мысль не пришла в голову потом сказать, я сказала, как готовить это пюре. Я не знаю хозяйки, которая не в курсе, что в картофель кладут сливочное масло. И то, что я об этом сказала, а моя знакомая потом бы так приготовила, мне бы в голову не пришла мысль говорить. Я ей объяснила, как это делать. Да и просто это сказала вот так в разговоре. И она не по моему совету она это сделала. Она просто сделала так, как обычно делают все люди. Если бы я была на месте Нади, и потом вот так же услышала, как знакомая говорит, будто она мне дала там какой-то совет или подсказку, как делать это пюре, я бы не стала устраивать скандал, какой закатила Надя. Но недоумение у меня было бы. Типа, ну ты что, ты мне объяснила? Ну ты просто это сказала, что да ладно, масло добавишь, и все. Как ты меня научила? Я что, до тебя не знала этого, что ли? Не, может быть и есть на земле люди, которые не знают или, например, им не нравится добавлять сливочное масло. Но мне было бы странно, что человек рассказывал, будто она мне сказала, как это делать. То, что я делала уже много раз. В данной ситуации одна и другая повели себя очень странно. На данную ситуацию можно посмотреть под разными углами. Зрители будут судить, исходя из собственных предпочтений. Кто больше им нравится, Зина или Надя? Если поменять этих женщин местами, и Надя была на месте Зины и сказала, как готовить, и ее терпеть не могли, зрители бы сказали, а, позавидовала. Пришла, увидела какой-то, например, Зина, накрыла хороший стол, и тут ей захотелось, чтобы и ее похвалили. Типа, я рассказала, как готовить вот эту вкусную картошку, которую все похвалили. Я не оправдываю и не обвиняю ни ту, ни другую. Произошло просто недоразумение. Севка своей вины не признает. Но если бы он не начал раздувать эту тему, такого скандала не получилось бы. Но он продолжает делать вид, будто не понимает, почему люди обвиняют его в этой ссоре. Так он до сих пор не может успокоиться, он постоянно поднимает эту тему. А все это яйца выеденного не стоит. Ну, раз ни на чем другом скандал сделать не получилось, значит, он сделает его из воздуха. В данном случае из картофеля. Продолжает допытываться у Нади. Ну, говорила тебе Зина, как готовить картофель или нет? Надя долго не хотела признаваться, но потом сказала, что да, в разговоре Зина упомянула, что вместо сметаны можно добавить сливочное масло. И Севка тут же вцепился в эти слова, что ааа, так значит, Зина действительно была права. И она в самом деле рассказала, как готовить это пюре. Боже, какой это бред. Но идут две женщины, обсуждают, что лучше положить в пюре. И одна и другая прекрасно знают, что в этом случае делать. Потом одна говорит, будто научила другую. Другая начинает возмущаться, будто ей нанесли глубокое оскорбление. Они обе ненормальные, честное слово. Обе ненормальные. Я надеюсь, Севке окончательно, бесповоротно надоело мусолить эту тему. Стали собираться на игрень. Похватали все морепродукты, которые им прислали. Оставшийся торт, коньяк. Захватили бабки на использованные прокладки. Ну, не для того, чтобы там оставить на игрень, а чтобы выбросить мусорку. И поехали. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.